Воронеж яркий, красивый и модный город. Еще один вопрос. Лучшая вещь, описывающая Воронеж? Я думаю, в настоящее время осенью это природа и парки Воронежа. Очень красивый, очень теплый и очень приятно по ним гулять. Спасибо. А также еще один вопрос. Что вы больше всего ненавидите о Воронеже? Наверное, не такой вещи. Хотя, знаете, вот мои друзья разъехались из Воронежа, вот это мне не очень нравится. Вот это единственное, наверное, что плохого можно назвать, но в целом все хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Отпишите, пожалуйста, Воронеж в трех словах. Петр Первый, Зеленые аллеи, мой любимый город. Отлично, спасибо. Что вам больше всего нравится в Воронеже? Ну, как я сказала, Зеленые аллеи. На самом деле наш город очень зеленый и даже вот взять эту улицу Карла Маркса, она прекрасна для прогулок, именно потому что здесь много зелени. Не во всех городах остались такие уголки приятные. Отлично, спасибо. Еще один вопрос. Что вы больше всего ненавидите в Воронеже? Парковки. Парковки на тротуарах, парковки во дворах, особенно после того, как платные парковки ввели в городе. Это просто бич города, потому что люди пытаются парковаться везде на любом свободном бесплатном клочке. Вот это вот, наверное, самое нелюбимое в нашем городе. Еще раз спасибо. Забыла вопрос, сейчас. Куда вы бы посоветовали сходить туристам в Воронеже? Старый центр. Старый центр, улочки Старого центра. Это улица Степана Разина, Сака Иванцетти. Вот эти вот еще уголки Старого Воронежа. Спасибо. Вам спасибо. Скажи, как начинать. Все, пишу. А пишите Воронеж тремя словами. Спокойный, южный, обычный город. Спасибо. А что вам больше всего не нравится в Воронеже? Ну, бывают грубоватые люди. А что вам больше всего нравится? Ну, опять же, люди у них хорошие такое, здравомыслие. Красный пояс, такой хороший, патриархальный город. Хорошо. Все, я пришел. Скажите, пожалуйста, пишите Воронеж тремя словами. Воронеж — это душа, мел и тепло. Отлично, спасибо. Что вы больше всего ненавидите в Воронеже? Ну, вы знаете, наш Воронеж прославился отчасти. Одной из проблем, которая присутствует уже несколько лет — это запахи. В центре, конечно, если вы будете гулять, вы этого не увидите. Но если вы проедетесь по отдаленным районам города, то вас везде встретят специфический, ни с чем не сравнимый запах. Причем мы проводили исследование, он в каждом районе разный, но очень вонючий. Хорошо. Что вы больше всего любите в Воронеже? Мне больше всего нравится, наверное, что это такой небольшой город-миллионник, в котором сочетаются разные факторы. То есть, если ты захотел, ты можешь прогуляться по центру. И достаточно индустриальный город, развитый, очень развита там ресторанная линия. То есть, много куда можно сходить, парки опять же. Но при этом, там, отъехал на 15 минут, и у тебя уже большой меловой карьер. Или отъехал на 25 минут, и у тебя красивые меловые горы. То есть, это такое сочетание природы и мегаполиса, если его можно так назвать, вот мне очень близко. Куда бы вы посоветовали сходить туристам? О, туристам я бы посоветовала, когда, наверное, попроще будет с ограничениями от ковида, сходить обязательно по нашим кафе и ресторанам, потому что у нас очень такая интересная линейка и достаточно креативные концепции, можно много чего интересного попробовать. Ну и, конечно же, я бы посоветовала выбрать какую-то локацию, где есть мел, потому что очень многие думают, что Воронеж – это чернозем, но на самом деле Воронеж – это меловая столица. У нас есть Девногория, Белогория, Костомарова – это такие курортные объекты, в которых есть пещерные храмы, есть белый колодец. То есть, выбрать для себя что-то такое, что, ну вот, именно природное, и посмотреть на это. Я бы очень рекомендовала. И последний вопрос. Что бы вы тогда посоветовали поесть в Воронеже? О, ну, у нас, кстати, сложно именно с воронежской кухней, но у нас очень здорово делают стейки, потому что их у нас выращивают. То есть, вот мясную продукцию я бы порекомендовала попробовать. Вот, а именно какие-то древние исторические блюда. У нас работал раньше бар «Белый генерал», он, к сожалению, закрылся. Там подавали рубленое мясо, забыла, как называется. Но это прям старинное воронежское блюдо. К сожалению, сейчас уже, наверное, нигде попробовать нельзя, но стейки обязательно. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну-ка. На меня смотрите. Опишите Воронеж тремя словами. Прекрасно, хороший город. Отлично. Что вам больше всего нравится в Воронеже? Ну, все нравится. Чистый город. Такой ухоженный, приятный. А что больше всего не нравится? Ну, квартальные улицы немножко не радуют. А куда бы вы посоветовали сходить другим туристам? Ой, мест очень много, куда посоветовала бы сходить. А можете назвать хотя бы одно подпроект? Ну, знаете, я так плохо ориентируюсь, потому что приезжая сама. Так, площадь Победы, да, правильно ли я так и называю? Туда бы порекомендовала обязательно, потому что это очень красиво смотрится. Сфотографироваться можно во всех этих. Есть у вас какой-то российский знаменитый человек, который вам больше всего нравится? Так, по памятникам или как? Все равно, звезда, не звезда, просто вот известный человек. Петр Первый, вот на, не знаю, на Плехановской, да, там памятник. Вот пока только на него упираюсь. В принципе, все. Спасибо, мам. Смотрите на меня, пожалуйста. Попишите Воронеж тремя словами. Красивые, зеленые, студенческие. Что вам больше всего нравится в Воронеже? Вы имеете в виду здания, архитектура, вообще архитектура нравится в центре, особенно вот старинные дома. С удовольствием живу в центре и с удовольствием смотрю всегда. И даже что-то новое для себя открываю. Очень красивые уголки есть. Хорошо, спасибо. Что вам больше всего не нравится в Воронеже? Вы знаете, мне кажется, небольшая неухоженность. Особенно вот если отойти чуть от центра. Назовите, пожалуйста, российского человека, который вам больше всего нравится. Это может быть известный, неизвестный человек. Вы знаете, мне кажется, вот все-таки мне больше люди искусства нравятся. Вот с удовольствием сейчас, хотя и пандемия, смотрю все на сайте Московской филармонии. Очень много достойных ребят. Вот Александр Рам, виолончелист, мне очень нравится. Сергей Тарасов, фортепиано. С удовольствием слушаю их. Отлично. И еще один вопрос. Куда бы вы посоветовали сходить туристу в Воронеже? Туристу в Воронеже? Ой, очень много красивых. Вот центр. Мне очень нравится. Здесь с удовольствием люди поспадут. Адмиралтейская площадь. Тоже очень красивая. Можно с удовольствием. Мне нравится еще. Открыли выставку, не выставку, а музея Петровских кораблей. Это на улице Свободы. Я даже с удовольствием посмотрела. Крывеческий музей. Тоже очень интересные выставки, театры. Спасибо вам большое. Пожалуйста.